привет друзья на канале гродно плюс программа разговоры по-мужски у меня здесь в моей любимой уютной студии интересный гость сегодня познакомимся с директором детской музыкальной школы искусств имени семени акам на сергей лощук у меня в гостях сергей иванович здравствуйте здравствуйте но я вообще обожаю приглашать людей которые ну имеют непосредственное отношение к музыке потому как музыка нас всех связал вот давайте немного о том как же все-таки вас музыка связала с чего начинался вас ваш биографический путь к директору музыкальной школы ну наверное все происходило постепенно или поступенно будем так говорить все началось с музыкальной школы с посещения музыкальной школы затем конечно же по окончании соответственно музыкальный музыкальный училищ еще еще в те времена была такая структура теперь это уже музыкальные колледжи а тогда были эти музыкальные училища по окончании музыкального училища поступил белорусской государственной консерватории имени луначарского и закончил ее восемьдесят девятом году из этого уже момента началась моя такая скажем производственная деятельность в сфере культуры и музыки а вот если окунуться в то далекое детство когда вот вы только начинали да в музыке у вас это как-то было семейным или родители посоветовали или вы из кого-то взяли пример послушали потому как ну я очень любил джазовую музыку в детстве причем что такую еще американскую такую пятидесятых годов сороковых вас что именно мне очень нравилось но как бы я любил очень музыку мне нравилось это в детстве конечно хотел научиться играть на музыкальных инструментах но мне нравился очень и кордион но так сложилось что волей судьбы я поступил по классу кларнета ну о чем не жалею собственно вот и все эти годы годы занятий музыки я посвятил именно занятием на кларнете вот мимо кларнета чем еще владеет изучали и фортепиано конечно же все эти годы это до сопутствующий там инструмент саксофон вот но не скажу что уже в таком объеме скажем профессионального уровня но сам-то аккордеон то которые хотели аккордеон к сожалению да мы с ним познакомились музыкальной школе и на этом закончилось знакомство вот как-то не сложилось на ваш взгляд что музыка воспитывает вот в маленьких детях чему она приручает но я считаю что это прежде всего если брать в общем смысле то что может пригодиться ребенку в принципе все жизни в жизни это организованность это целеустремленность ну а если брать уже какие-то вещи другие да то есть они имеют возможность более скрупулезно знакомиться с музыкой они в школе узнают по крайней мере вот начинают узнавать из чего состоит музыка как это строится как это все происходит то есть они знакомятся с этим процессом вникают в этот процесс вот вот это дает им собственно музыкальная школа и занятие музыкой то есть какие-то вещи то что касается непосредственно ребенка там ознакомление с миром музыки как мы говорим да и в целом это для для ребенка в его жизни приучает к труду труду организовывает ребенка это большое дело в нашей жизни мне кажется на ваш взгляд одновременно обучение музыки и еще каким-либо дисциплинам ну будь то я не знаю рисование будь то какие-то спортивные секции вот а можно ли сказать о том что одну другому помогает вот допустим поможет ли занятие плавание музыкой если допустим ребенок учится на духовых каких-то инструментах вот как то можно совмещать что полезно музыки попеременно я думаю что все занятия чем занимается ребенок в действие оно должно быть то есть ребенок должен себя попробовать во всем и в конце концов по итогу определиться что что ему подходит что будет его и вот эти занятия которыми которые ребенок как бы проходит занимается всеми этими вещами спортом там музыка рисование они дополняют друг друга как я считаю потому что из этой области он может взять что-то одно допустим если мы говорим о спорте там тоже момент если какой-то организации есть момент развития физического потому что при игре на музыкальном инструменте без физической какой-то подготовки тоже бывает очень непросто я кардион еще попроще а знаете когда ребенок приходит на духовой инструмент ну даже саксофона ему еще только восемь лет он шоу роста вот вы знаете очень непросто удержать этот инструмент очень непросто поэтому я думаю что вот такие занятия они как-то помогают в этой степени одно другом и не зря на мой взгляд доказано да что занятия спортом при прослушивании музыки помогает сжигать больше калорий вот возвращаясь до к теме не то но неподъемности инструмента в кавычках скажем возрастные ограничения по музыке вот да вот ну на саксофон нельзя же прийти там в три года или в четыре да ну вообще там самые ранние кто на на чем можно научиться играть ну вообще знаете это зависит во многом еще от индивидуального развития самого ребенка вообще здесь ограничений как бы нет по возрасту мы знаем что моцарт вообще начал очень рано и как бы это ему не повредило он достиг вершин в своем искусстве и так и в наше время ничего не поменялось я могу отправить своего внука игре на на контрабасе но из я понял нет конечно же ездить какие-то предпочтения возрастные и физиологического развития будем так говорить действительно ребенка на контрабас 5 лет это нереально начинается со скрипки а потом уже можно выразить и контрабасу и также на духовых инструментах и всех остальных есть предпочтение том чтобы дети начинали занятия чуть чуть попозже когда они физически больше созреют вот потому что как я уже говорил раньше это связано не только с интеллектуальным развитием но и физическая здесь форма она имеет какое-то значение поэтому конечно же вот духовые там народные инструменты такие как народные струнные гитары домры балалайки баяны и аккордеоны вот эти инструменты на них занятие на чем можно начинать чуть чуть попозже лет с девяти скажем вот так хотя к нам в школу приходят теперь и дети пораньше в более таком раннем возрасте там семи лет с восьми лет вот приходят к нам на эти инструменты занимается но у нас есть теперь возможности такие допустим если на духовые приходят он не может удержать это же саксофон о котором уже сегодня говорили мы начинаем занятие с блокфлейты ну чтобы ребенок освоился вообще в принципе в грамоте этой музыкальной но под а потом уже затем после этих занятий там двугодичных годичных в зависимости от того как сложится у ребенка вот и как он вырастет и физически в том числе можно переходить уже на такой серьезный нормальный инструмент говоря о сложности может быть самих музыкальных инструментов о сложности изучения каких-то да предметов и дисциплин вот можно ли сказать что один инструмент сложнее один легче вот на ваш взгляд что сложнее изучать на чем играть если можно так по простому выразиться на чем полегче вы знаете балалайка три струна вот мне кажется что чем меньше там этих всяких приспособлений да тем сложнее как вот мне кажется понимаете вот а чем больше может быть легче в чем-то но я скажу так что нельзя так я для себя лично неделю на то что вот это простой инструмент а это сложный инструмент в каждом инструменте есть свои какие-то тонкости нюансы сложности они связаны с самыми разными ну скажем так на моментами в исполнительской так скажем практике тогда и несут какие-то свои определенные нагрузки и задачи вот и есть общемузыкантские скажем так какие-то вещи да которые на любом инструменте используют но это высший пилотаж как мы иногда говорим да это требует очень серьезных усилий и я не могу сказать что вот здесь будет легче играть на саксофоне там или на кларнете или на фортепиано или на баяне или аккордеоне я не могу такого сказать то есть я для себя не делю что этот простой а этот сложный а потом освоишь ну а вообще на ваш взгляд человек сколько может освоить музыкальных инструментов все сразу можно ли скажем так вашей школе да вот в детской музыкальной школе искусства номер один учиться на нескольких классах да вы знаете можно можно у нас есть такая форма урока вернее предмет у нас есть такой называется предмет по выбору то есть я попытаюсь объяснить на к нам ребенок приходит вот ему нравится аккордеон там или фортепиано или скрипка он поступает по классу скрипки мы его принимаем но у него параллельно есть еще такая возможность выбрать себе другой инструмент или какой-то другой предмет это занятие так и называется предмет по выбору ребенок может себе попробовать по гитаре если он скрипач как пианист как духовик я не знаю струнные народные инструменты любой инструмент вот у нас есть сейчас такая девочка она поступила к нам по классу скрипки довольно успешно занимается она успешно выступает на конкурсах фестивалях причем различного уровня занимает призовые места и параллельно она по предмету по выбору занимается по классу гитары успехи у нее такие же то есть она ездит на конкурсы международные вот она недавно была вернее не была это уже теперь конкурсы больше проводятся по записям так скажем вот она в петербурге заняла там первое место по гитаре я считаю что петербург это такой очень серьезный город там серьезные музыкальные традиции и то что она заняла первое место это все-таки показатель показатель уровня этого ребенка то что он успешно осваивать как бы параллельно со скрипкой еще гитару а еще что-нибудь добавить к этому нет пожалуйста но у нас тоже как бы учебный план он ограничивает мы не можем бесконечно но у нас есть срок если ребенок успевает можно ли так можно можно не в неделю каждый вот каждый день на разном инструменте лишь бы хватило ребенка пожалуйста вот но знаете здесь можно выстроить такую систему ребенок нам приходит не на один год он занимается 5 или 7 лет вот в течение этого срока он пожалуйста параллельно может себе что-то попробовать но попробовал гитару первый год но не пошло не понравилось следующий год можно фортепиано попробовать да да пожалуйста он он так и называется предмет по выбору собственно то есть можешь выбрать себе что ты хочешь а их много этих предметов по выбору это определенные какие-то вот что мы да мы мы определяем то есть в начале учебного года мы утверждаем педагогическим советом список предметов по выбору ну так как у нас уйдет это в учебных планах мы это все определяем и потом предлагаем исходя из возможности школы потому что знаете сегодня школа у нас перегружена на не хватает мест для занятий поэтому но выборочно так скажем кому-то может повезет кому-то не повезет но мы стараемся обеспечить всех вот именно вот этим предметом по выбору чтобы ребенок можно так сказать разносторонний более разносторонний смог себе раскрыть свои способности возможности найти возможно какую-то прилаженность инструментом потому что это не последнее дело может быть хороший слуг а вот на гитаре там или на скрипке не идет вот взял пришел на фортепиано и у него вот этот момент тоже присутствует это нельзя не учитывать говоря о популярности музыкальных инструментов на мой взгляд вот вообще в музыкальном мире это как в спортивном есть хоккей есть футбол да вот ну не дать не взять два самых популярных вида спорта два самых популярных музыкальных инструмента на мой взгляд это фортепиано и гитара ну может быть в какой-то такой степи у вас в школе два самых популярных предмета на которые всегда спрос превышает предложение ну вы правы да фортепиано и гитары это сегодня так скажем как правильно сказать топовые специальности да которые действительно пользуются очень большим спросом но на сегодняшний день еще знаете подтягивается саксофон вот вы знаете заинтересуются дети саксофоном и еще наверное флейта да и если мы будем хорошо развивать ударное дело 6 класс ударных инструментов есть знаете тоже к этому инструменту есть интерес у детей а есть как-то я не знаю разделение если можно так сказать конечно на некрасивое слово но разделение на чисто мужские ну или девичьи да и мальчишечи вот музыкальные инструменты где-то больше девочек где-то больше мальчика ну я думаю что так как теперь в современном мире нету чистого деления на мужское и женское да здесь примерно можем да вы знаете девушки идут сегодня на духовые инструменты те инструменты которые в общем-то всегда раньше считали скажем ну как на тромбоне или на тубе там будет играть девушка это как-то было не совсем понятно раньше теперь да девушки играют на трубах на тромбонах на таких больших медных инструментах вот и вы знаете справляется очень хорошо и довольно успешно у них все это получается сейчас нельзя об этом говорить что то чисто женское это вот именно мужское вот говоря о группах да не вычеркнуть то что происходит сейчас в мире уже год да это понятное дело пандемия формирование группы когда формирование нового учебного года происходило да еще по осени как-то вот учитывалась эта ситуация вот как дети занимаются как педагоги с ними приходит то есть я помню те времена да когда по сентябре этом родители забеспокоились отдавать ребенка вот еще помимо того что он ходит в школу еще и в музыкальную там и спортивные тоже страдали у вас как прошел набор вообще как вот зима вы знаете конечно же это отразилось у нас на наборе не скажу что был какой-то такой существенный спад но мы почувствовали что родители как-то с осторожностью но но тем не менее вот эта осторожность всегда на как-то знаете ограничила смысле что ребенка то все равно нужно развивать что давать ему какие-то новые навыки чтобы как-то ребенок рос интеллектуально там и так далее так далее поэтому все равно родители приводили к нам детей и мы конечно старались соблюдая все нормы и правила которые у нас были установлены с сентября месяца не только сентября можно сказать еще с весны двадцатого года то есть руководствуясь этим мы организовали свой учебный процесс школе то есть это какая-то дистанция дистанцирование какие-то антисептики и так далее так далее то есть все что масочный режим ну и так далее и так далее чтобы все таки и родители и дети чувствовали как-то себя в безопасности вот и спокойно приходили к нам на занятия вот говоря о прошедшем музыкальном годе да музыкальных школах также примерно с сентября по май вот в целом как вы можете охарактеризовать чем запомнился может быть этот год какие достижения не считая то что да из онлайн режима вернее мы переходим да в какие-то оффлайн в онлайн и не встречаемся лично вот что за этот год было знаменательным вашим музыкальным наши дети успешно завершили учебный год выпускники все выступили причем выступили хорошо успешно сдали выпускные экзамены получили свои законные свидетельства честно заработанные будем так говорить вот и уже впоследствии продолжили свое обучение но все остальные дети точно также успешно закончили учебный год все у нас было хорошо скажу что даже мы провели правда в заочной форме фестиваль белорусской музыки который у нас городе гродно проводится один раз в два года но все здесь это эпидемиологическая обстановка и нам пришлось немножко изменить формат проведения но тем не менее я думаю что дети остались довольны ну вот мы не выступили пусть в таком и в таком формате но тем не менее они получили поощрение это грамоты там призы и так далее и так далее кстати вот пользуясь случаем хочу пригласить в двадцать втором году детей не только нашего города если программа где-то будет освещаться в других регионах нашей области может быть не только в двадцать втором году в двадцать втором году будет очередной фестиваль белорусской музыки поэтому вот пользуясь случаем уже пригласить да пусть еще до 2022 у нас менее года уже осталось да время летится не знаю как это да такой вот еще вопрос мне интересует я не знаю ведется ли статистика у вас по школе такая не ведется но вообще как вы считаете на ваш взгляд какой процент выпускаемых ребята продолжает всю свою жизнь заниматься музыка если те ребята которые когда-то отучились в вашей школе теперь работают педагогами конечно мы ведем такую статистику мы просматриваем обязательно и следим за выпускниками своими но по крайней мере пока это у нас есть такая возможность потому что знаете ученик наш быстрый бывший скажем так закончил музыкальное училище или колледж теперь поступил но не знаю некоторые вот был такой период ехали варшаву там где-то в россию в прибалтику уезжали мы не мы не могли проследить уже дальнейший путь так скажем как ну а те кто оставались здесь у нас гродно заканчивали нашу академию музыки или университет вот наши янки купалы возвращались к нам работали и работают сейчас и довольно таки успешно ничего не могу сказать а по статистике у нас я вам скажу что стабильно порядка 15 процентов выпускников поступают среднее учебное заведение культуры но это не только музыкальный колледж у нас же еще в гродно колледж искусств есть у нас гуманитарный колледж именно про направление музыкальное есть у нас в университете отделение музыкальное вот на эти множество да 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 ну и едут в минск особо одаренные скажем вот в этом году в двадцать двадцатом году пустынки двадцатого года у нас поступили во хремчика гимназия колледж искусств на в городе минске вот немного о вашем коллективе сколько вас педагогов таких вот музыкантов большой буквы ну педагогический коллектив скажу что у нас не маленький школа вообще сама по себе очень большая с давними так скажем про традициями вот она в девятнадцатом году отпраздновала и в 80-летний юбилей где приезжали наши элиты и так скажем выпускники вот это юрий николаевич гильдюк директор художественный руководитель государственной белорусской филармонии композиторы виктор войтик леонид захлевный на в общем много у нас да 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 вот он поэтому знаете традиция очень богатой и из года в год ну как бы всегда прирастал коллектив и сама школа на сегодняшний день у нас работает порядка ста тридцати шести педагогического коллектива это но почему говорю педагогический потому что это включает как бы два направления это учителя и концерт мессера то есть о чем мы говорили да конечно некоторые школах в разы меньше среди статистических да ну вот буквально буквально у нас там полминутки до финала программы расскажите как вы вот как как директор детской музыкальной школы искусств я понимаю это дети это музыка это все в голове вот так вот кто кто не связан с этим тот наверняка не поймет да а вот кто связан наверняка догадается о чем я хочу спросить это о том как вы от всего этого отдыхать я признаю сразу честно я музыку не слушаю потому как за 20 лет я ее наслушался вы всю жизнь в музыке как вы от нее отдыхаете не поете ли песню хочу тишины там тишины нет я вы знаете я не устал от музыки вы знаете я не чувствую усталости просто иногда хочется сменить какой-то жанр да вот сегодня я слушаю классическую музыку завтра я послушаю странный там джаз и так далее вот только так но такого чтобы вот я не хочу но может быть бывает какое-то мгновение такое да что вот вообще ничего не хочется не только музыка не только музыки можно говорить может быть но в принципе это вот в таком формате происходит то есть просто смены каких-то жанров под настроение под какой-то вот как еще любить отдыхать как любите отдыхать выезжать на природу я да вы знаете люблю я да вы выезжать на природу особенно вот знаете есть благодатные то скажем времена года лето и осень есть выходные дни я вполне посвящаю поездки на природу где-то на дачный участок почему нет там своего рода ход там достаете кларнет и начинаете для всего садового товарищества сегодня концерт по заявке сергей иванович огромное спасибо что пришли и уделили время в вашей школе конечно же новых традиций новых потрясающих выпускников замечательного коллектива пусть ребята прославляют не только вашу школу но и наш гродненский регион наш гродно успехов терпения ну и новых музыкальных талантов огромное спасибо спасибо вам за приглашение и удачи вашей передачи спасибо большое но я напомню друзья в гостях у программы разговоры по-мужски был директор детской музыкальной школы искусств номер один на имени семеняка сергей лащук услышимся с вами на волне 105.0 радио мфм и увидимся здесь на телеканале гродно плюс здорово у также Продолжение следует...